Празднование Дня Города началось 20 октября, с чествования пар, которые прожили в браке 50 лет. Семьи Петрюк, Шестяковых и Забияка были занесены в Книгу почёта золотых юбиляров района. В этот же день в Доме культуры Родина прошло торжественное мероприятие, приуроченное к 110-летию Татарска. Что для меня значит город Татарск? Город Татарск – это моя малая родина. Где я родился, где я учился, где я женился, где я работаю. Это люди, которые живут в городе, для которых мы работаем. Это наши дети, наше счастье, наше будущее. В первую очередь хочется обратиться к ветеранам, которые сегодня присутствуют в этом зале. Те люди, которые отстраивали, те люди, которые делали город комфортным, красивым, закладывали новые традиции. Спасибо вам за ваш труд, за ваш опыт, за вашу работу. Но и в настоящее время администрации города делается немало. Реализуются большие проекты по благоустройству территории, строительству дорог, возведению жилых домов, разворачиваются новые парки и детские площадки, выполняется комплекс мероприятий по работе очистных сооружений. Всё это осуществляется благодаря тесному взаимодействию городской и районной администрации. Безусловно, это стартовая площадка для того, чтобы на следующие годы ещё больше сделать для развития города, чтобы он был действительно самым благоустроенным, самым красивым городом западной части Новосибирской области. С нас начинается Новосибирская область. Все приезжающие к западу первые проезжают через Татарский район. Для этого есть все условия. Это и мощнейшая транспортная развязка, федеральная трасса, железнодорожный узел. В 2021 году звания почётный гражданин города Татарска были удостоены Николай Гайдамак, Людмила Огурцова и Андрея Черевко. В рамках празднования жителям города и района были вручены почётные грамоты благодарности губернатора Новосибирской области, законодательного собрания, а также награды различных ведомств региона. Хочу сказать, что спецификой особенностей муниципальной системы образования района и города, в частности, является очень чуткое реагирование на все возможные тренды. Это и точки роста, и создание новых мест в рамках доп. образования детей, и очень актуальная история, связанная с профориентацией, профессиональным самоопределением школьников. Всё это, безусловно, способствует тому, что с точки зрения динамичности, позитивной динамики академических успехов наших детей, Татарский район и город Татарск находятся в топе, если говорить о рейтинге муниципальных систем образования. Спасибо вам большое за это. В торжественной обстановке чествовали и первого новорожденного ребёнка в юбилейный год. Им стала малышка София, которая появилась на свет в семье Натальи и Александры Кузовлевых. В день 100-десятилетия города прошло не одно торжество. Молодожёны Денис и Диана Абанины связали свои судьбы узами брака. 22 октября на торжественной встрече, посвящённой юбилею города, прошло возложение цветов к бюстам героев Советского Союза и социалистического труда. В рамках празднования Дня рождения Татарска, кроме культурных мероприятий, было много и спортивных состязаний. Соревнования прошли по шахматам, хоккею, баскетболу, городошному и гиревому спорту.